Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю Души Истины, И живи здесь, И все исполняя сокровища благих, И Жизнеподателю, Приди и вселися вны, И очистены от всякие скверны, И спаси, Блажа Души наша. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присла, и во веки веков! Аминь! Отче наш, ижеиси на небесе, засветится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як иже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, як и Твое есть Царство, и Сила, и Слава во веки. Аминь! Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Всякого Бога ответа, недоумеющих, сиють и молитву, як и владыца грешний, приносим. Помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присла, Господи! И во веки веков поминь! Господи, помилуй нас! Натябо уповахом не прогневайся на ныне зело, ниже помяни беззаконий наших, но призрый и ныне, як и благоутробен, и избавенный от враг наших, ты, боись и Бог, наш и мы, люди Твои. Все дела, руку Твое, имя Твое призываем. Милосердие двери отверзена благословенная Богородица, надеющаяся на Тя, да не погибнем, но до избавимся Тобой от бед, ты, боись и спасения рода христианского. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, Царю Небесный, утешивай души истины, умилосердись и помилуй мя, грешно вырабатывай его, и отпусти меня недостойному, и прости вся еликати согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольная моя грехи и невольная. Ведомый и неведомый, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагрестого и ныне, аще именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах кого, гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ, приди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеличихся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой о лукавстве мира сего подвижися, или развращения помыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бы в сердце, или неподобных глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или и на что содеях лукавое не помню, так бы вся и больше сих содеях. Помилуй меня, творче мой, владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, отпусти, и прости меня, як облака человека любис, да с миром ляку, усну и почую, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюсь и воспою, и прославлю причестное имя Твое, со Отцом, единородным Его Сыном, ныне и Присто, и во веки веков. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодоровитый и бессмертный Царю, щедрее человека любчи, Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтожи благо сотворше, привелайся и наконец мимошедшего дней сего, обращения и спасения души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восставив падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отымет в меня весь помысл лукавый видимого сего жития. Прости мое согрешение, иди не безгрешне, я же тебе согреши их сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрываешься, храни меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью, и неизреченным человеколюбьем и силою. Очисти, Божий, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего. И да приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл, рабатывай у вас, соблюди, и всю сатанину, деятель, отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моего, да избавит меня от враг моих, да восстався от драма его, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услышим я грешного и убогого, рабатывай его, изволением и совестью даром и восставшую словесем Твоим поучитесь, и уныние бесовское далечие от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое Святое, и прославлю, и славлю причастую Богородицу Марию, и ожидал я сенам грешного заступления, и примись ее молящейся за ныр, вем, бо, якобы подражает Твое человеколюбие, и молящийся не предстоит, то и заступлением, и чеснага Креста знаменем, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, якос свят, если и припрославлен вовеки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавимя вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избавимя всякого неведения и забвения и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избавимя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, ежепомрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, ты же яко Бог щедр. Помилуй мя, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя, рабатываю в книге животней, и даруй ме конец благий. Господи, Божий мой, аще иничтожу благо сотворих пред Тобою, но дашь ме по благодати Твоей. «Положите начало благое. Господи, окропей в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небеси и земли, поменяй меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь». Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль в благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от все души мое и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрыть меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всяких иных неподобных вещей. Господи, весь яко творише, яко же Ты волише. Да будет воля Твоя и во мне грешным, яко благословение си во веки. Аминь. Это молитва седьмая в молитвословии святого Иоанна Златоуста. У меня тут в скобочках подпись. Двадцать четыре молитвы по числу часов дня и ночи. На один час каждая молитва. К Тебе, причистой Божией Матери, я закаянной припадаю, молюсь я. Веси, царица, яко беспристайне согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего. И многожды ощекаюсь, ложь пред Богом обретаюсь, и каюсь и трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таежно творю ведущийся я, бладыщица моя, Госпоже Богородице. Молю, да помилующий, да укрепийший, и благая творите да пода семи. Веси, Бог владычица моя, Богородица, яко отнюдь имам в ненависти злая моя дела. И всей мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожа Пречистая. Откуда я же ненавижу? Та и люблю, а благая приступаю. Не попущай Пречистой воле моей, совершайтесь и не угодно, бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего. Да мя спасет и вразумит, и поддаст благодать Святаго Духа. Да бы хас отсели, пристал сквернодейство, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим, и животворящим Его Духом. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Матя, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, не злей на страстную мою душу и Твоими молитвами и настаивами на деяния благая, да прочее время живота моего. Без порока приду, и Тобой в райды обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангели Христов, Хранители Мой Святой и Покровители Души и Тела Моего, всями прости и ликоти согреших в однешний день, и от всякого лукавства противного мне врага избавимя, да ни в коем гресе прогневую Бога Моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якоды достойными покажущих благости и милости Всесвятые Троицы и Матери Господа Моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Упование, Мой Отец, прибежущий Мой Сын, Покров Мой, Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе! Достойны ли есть я кого истину? Блажите Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рожьего, сущую Богородицу Тебя Величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и Богоносных Отец наших и всех святых спасимя грешного. Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Як исчезает дым, да исчезнут, як оттает воск от лица огня, так это погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем. И веселей, глаголующих, радуйся, причестны и животворяющие крести Господень, прогоняя бесы силой на Тебе пропятого, Господ нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящие крести Господи, помогай мне со святой госпожою Девою Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Господи, благослови на чтение, разумение и исполнение Священного Писания. Евангелие от Луки, 22 глава, с 54 по 62. Второй стих. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня и всмотревшись с него, сказала, «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошлось час времени. Еще некто настоятельно говорил, «Точно». И этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, громко заплакал. Толкование блаженного. Петр по предсказанию Христову оказался слаб и отрекся от Владыки Христа. Не однажды, а трижды. И отрекся с клятвой. Евангелие от Матфея, 26 глава, 74 стих. Быть может, им овладела такая робость, и он на некоторое время оставлен был за его дерзновение, как бы в научение, чтобы он и, впрочем, был снисходителен. Но тогда он впал в такой ужас, что не почувствовал бы и падения, если бы Господь, обратясь, не взглянул на него. О, благость! Сам находился под осуждением и заботится о спасении ученика. И справедливо, так точно и подобно описывает Марк в 14 главе. И передает это, как узнавший от Петра, ибо он был его учеником. Ибо петух имеет обычай и за каждый прием петь раза два или три. Потом, естественно, было ему снова войти, чтобы не подать большего подозрения, что он был Иисусов. Когда же снова пришел в чувства, тогда уже выходит и горько плачет. И чтобы не быть замеченным от находившихся во дворе, выходит тайна от них. Некоторые, не знаю почему, слагают безумную защиту в пользу Петра. Дерзко говорят, что Петр не отрекся, но сказал, я не знаю сего человека, в кавычках, но, то есть, знаю не как простого человека, но как Бога, сделавшегося человеком, с большой буквы. И этот безумный довод оставим другим, ибо они Господа представляют лживым, противоречат связи евангельской речи и никак не смогут согласить порядок повествования. Да и о чем Петру плакать, если он не отрекся? Да, безумие, конечно, оправдывать это. Евангелие от Луки, 22 глава, 63-71 стихи. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его, про реки кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против Него. И как настал день, собрались старейшие народы, первозвещенники и книжники, и ввели Его в свой Синедрион и сказали, «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите, если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет о десную силы Божией». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нам свидетельство нужно?» Ибо мы сами слышали из уст Его». Толкование блаженного Феофилакта. Причинявшие это Иисусу были какие-нибудь ругатели и люди необузданные, ибо нужно было, чтобы дьявол не оставил ни одного вида злобы, но всю ее излил, чтобы природа наша, оказавшись во всем святой, победила и попрала его. Поэтому он с большой буквы переносит насмешки и биения, и будучи владыкой пророков, осмеивается, как лже-пророк. Ибо слова прореки нам «Кто ударил тебя?» К тому относятся, чтобы осмеять его, как обманщика, а между тем присвояющего себе дар пророчества. И как настал день, пьяные слуги ночью осмеивали и злословили Иисуса Христа. А днем старейшины и почетные люди спрашивают, «Он ли Христос?» Зная их мысли «И то, что, не поверив делам, сильнее могущим убедить, подобно не поверят словам». Он говорит, «Если я скажу вам, вы не поверите, ибо если бы не вы веровали моим словам, то какая была бы нужда в настоящем собрании? Если же и спрошу, вы не будете отвечать, ибо они часто отмалчивались при вопросах, например, о крещении Иоанновым». Мы читаем Евангелие от Марка, 11 глава, 33 стих. Там он говорит, что крещение Иоаннова от Бога ли было? «О словах сказал Господь Господу моему» Евангелие от Матфея, 22 глава, 44 стих. «О женщине скорченной» Лука, 13, 11. «Поэтому скажу только, что отныне не время говорить вам и объяснять, кто я, ибо если бы вы желали, вы познали бы меня из совершенных мной знамений, а отныне время осуждения. Вы увидите меня, сына человеческого, сидящим Одеснуем в силу Божией, при всем нужно было устрашиться». А они после таких слов еще более расцверепили. И в неистовстве спрашивают, «И так ты сын Божий?» Он же с умеренностью и с указанием на несообразность их вопроса отвечает им. «Вы это говорите, что я, ибо он презирал их ярость, говорил с ними неустрашимо». Отсюда же явно, что упорные не получают никакой пользы от того, что им открываются тайны, но принимают гораздо большее осуждение, поэтому и должно скрывать его на и атаковых, ибо это дело больше человеколюбивое. Это как мы читаем о том, что кто знал много, бит будет больше, кому открыто. Поэтому он скрывает. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Господи, соедини на нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. Господи, исполни нашу молитву всех, кто заповедовал нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. А тех, кто не заповедовал нам молиться, приведи к покаянию, если угодно тебе, Боже наш. Сохрани, Господи, от ропота болящих, призванных на служение Родине. Сохрани от греха, Господи, сделай их настоящими благовестниками, сосудами для Духа Твоего Святого. Укрепи их и умудри, что сказать и как поступить в сложных ситуациях, в которых они оказываются. Господи, Боже наш, слава тебе. Говори, Господи, слушай тогда, слышит раб твой. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси, Христос, всем доброй ночи. Аминь. Спаси, Христос, благодарим за молитву. Аминь. Спаси, Христос, благодарим за молитву, чтение священного божьего. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю за молитву.